Это не только ангусы, не только гирефорды, не только белоголовый, не только ауликольский, но еще вот лимузинский скот есть у нас в Казахстане. Очень редкий, конечно, хотелось бы, чтобы больше такого скота у нас было в Казахстане. Действительно, красавчики, упитанность шикарная. Вот здесь 2014 года здесь находятся. Ну, поэтому показывают себя хорошо, тоже очень любознательные вот такие мартышки, вот такие мартышечки любознательные. Чувствуют себя отлично. Вот в этом хозяйстве был небольшой такой кризис. Пришлось бы заметно сократить, что осталось. Ну, что осталось, тоже неплохое. Так что будет интерес к лимузинам, пишите, дам контакт. До 9 килограмм живой массы. Как 9? Ну, 9 не может быть. До 9. Ну, как 9? 9 это маленький, маленький. Ну, как 9, 9? Вот такие вот рождаются. 9 килограмм невозможно. 9 килограмм. 25 килограмм. Я с тобой согласен. Меня Беларусь сразу выбрал. До 9 килограмм они были маленькие. Но первые 10 дней они 250 грамм дают привесы. Вторые 10 дней 500 грамм. Третьи 10 дней 750 грамм дают. Нет, ну, если вот это вы говорите, это земителя. Вон, Тиронг, он идет весь. Вот 2, 2. Вот, да. Вот, Тиронг, Мангер, это в конце июнецкий. А у вас получается часть зимы, часть зимы? У нас нету турового тела. У нас, нафиг, начались они в январе вместе лица. И последний в июне телился. А что, бы когда они убрали, получается? Или телки неровные были? Телки неровные. Мы после того, как стали основной стадом, у нас пошло, ну, как? Одна телка январская, другая ноябрьская. Угу. Ты же не будешь ее в одно время включать? Видишь? Ну, красотки, красотки, конечно. Хоть другая, да? Кстати. Нет, ну, на ангуса похожи. Ну, с угливыми, да? Да. Более подвижные. Более легкие. Чуть-чуть бывают рогатые, да? Вот он, бучер, бучер. Ох, ничего себе. Вот этот январский бучер. Угу. Вот ему сейчас седьмой месяц пошел уже. Седьмой месяц. И обезроживаете, да? Нет. Тут две породы на французской и еще одна. Шотландская. Французская с рогамина. Шотландская без родного. Угу. Красотки. Стачивается. Машка какая. Ни разу не стригли им, потому что невозможно постричь. Ну, конечно. Ну, пойди и стачивать пока ходят, да? У нас полбетонный в базе она. Вот, поэтому. И вот тут бычок. Какого года вот этот бычок? 19-го года бычок. Бычку три года. Очень стеснительный такой. Отходит. Стоит на заднем фоне. Не нараски, да? Не поговорим. Ну, да. Давайте. Разойдите, девчата. Покажите. А вот и корова тоже черепашкового цвета. Вот он, бычок уходит. Такая попа у него, а? Какая попа. Очень хорошие попы. И скот в целом очень справный. Такие условия. Я считаю, кондиция прям, кондиция прям оптимальная. Поэтому я люблю ездить, смотреть новые походы. Бывать в новых местах. Это всегда очень интересно. Привет. Как твои дела? Ты подходил сам к дружелюбным, да, здесь? Твои никто не подходит? Один ты. Интересующийся, да? Вот он стоит, батя. Если присмотреться, можно увидеть, что у него такие пятнышки. Весь на шкуре. Эти пятнышки называются черепахом. Сейчас будет хорошо видеть. Вы знаете, что быква очень хорошая форма. Батя скромный, фотографироваться не хочет. Но батя хороший. Достаточно сложно. Размер быка. Главное бык. Не могу сказать, что высокие, да? Они повыше, чем наши ангусы были. Такой прям. Рост есть. Смотрите, Андрей, два больших, они от второго рождены, а там поменьше, да, стрелки рождены. Вот такие симпатяги. Но батя большой, конечно, ничего не скажешь. Батя мощный. А это вот надый год. Да, хороший. Хороший, шеи такие прям. Мощные. Не ожидал, не ожидал. Не зря приехали мы к вам. Ну вот эта рога где-то тонну 200, тонну 250. Сбитый. В живой маске. А то где-то тонну 50. Чуть-чуть поменьше. Мощь. Красота. Да, конечно, освещение не передает всего, но очень-очень достойные руки. Они были бы чемпионами на этой выставке. Заявляю, 100%. 100%, да? Даже, даже, даже. Рядом бы никто. Редактор субтитров А.Семкин